Приветствую вас, коллеги трейдеры и спекулянты, а также те, кто увлекается инвестициями и по ошибке забрели на мой YouTube канал. В данном видео я расскажу ближайшую перспективу российского рубля и, как мне кажется, почему российской экономике скоро придет конец. Вот так вот смело, но по фактам и скажу, как мне кажется, такого вы еще не слышали. Почему Саудовская Аравия в апреле прошлого года вела программу сокращения добычи нефти с 10 до 9 миллионов баррелей в сутки, ждали рост цены на нефть, но так этого не случилось и сейчас они эту программу закрывают, снова возвращаются к 10 миллионам баррелей. Но мало того, до 2027 года, об этом не говорят, они на 100% выкручивают свои вентили и будут поднимать добычу до 12,3 миллионов баррелей. Почему? А потому что нефтяной век, друзья, заканчивается. Ну, возможно, не сразу, а в 2035 году, когда Европа полностью откажется и запретит продавать двигатель внутреннего сгорания и перейдут на электромобили. Но, как минимум, цены такой, по которой России будет, в принципе, какой-то смысл добывать нефть, то есть выше 50 долларов за баррель, уже не будет никогда. Сейчас я вам буду объяснять. Первая картинка, в графике чуть позже, первая картинка, это Южная Африка, а конкретно страна Гаяна. Может быть, вы слышали, что сейчас лидер по росту ВВП в мире, это не Китай и даже не Вьетнам, который в Азии сейчас по 20% делает, А это Южноафриканская страна Гаяна, которая в 2023 году прибавила к ВВП год от года аж 64%. Суть тут в чем? Тут открыли месторождение в 2018 году. Такая компания ХЭС, не сильно крупная, американская, но тем не менее, открыла в 2018 году месторождение, которое называется Стабрук. И всего бы ничего, если впоследствии не оказалось, что это самая мелкозалегающая морская нефть в мире. И себестоимость ее добычи самая низкая в мире и в два раза ниже, чем в среднем по рынку. Об этом прознала американская компания ExxonMobil. Соответственно, тоже сюда врубился этот бизнес. И скажу так, когда цена на нефть будет падать и когда она упадет ниже 50, это месторождение останется единственным в мире прибыльным. Ну, то есть, когда себестоимость 25-35 долларов за баррель, а у соседней Венецуэлы, вот эти шельфы, которые вы видите, там цена самая высокая в мире 65-83. А то, что они добывают на континенте, там где-то тоже от 40 до 50, почти как в России, то тоже Венесуэла останется вне рынка. Но это одна история. Теперь давайте я вам другую карту покажу. Ни одной, как сказать, Венесуэлы и ни одной Ганы. Вторая карта. Друзья, вот вам карта Североафрики. Североафрики, ну и забыл сказать, что красным это там, где месторождение уже используется, и желтым там, где они разведаны. Там уже объемы, что конкретно в цифрах все посчитано. Саудовская Аравия, которая является лидером стран ОПЕК, она практически, вот, можно сказать, по сравнению со всей Африкой, небольшую территорию сейчас освоила в плане добычи нефти. И является лидером стран ОПЕК, по-моему, там около 13% общей добычи. Так вот, смотрите, Африка, север, туда влезли сейчас практически крупнейшие нефтяные компании со всего мира. Почему? Потому что в Саудовской Аравии там пески и самая низкая, знаете, себестоимость, если вы в курсе, себестоимость добычи нефти в мире, это 20 долларов за баррель. В Африке, на примере Нигерии, у них раньше было 29, сейчас они сократились себестоимость до 23. То есть, тоже, вся Африка, почему так сейчас активно все осваивается, и больше нигде в мире вы не найдете такое плотное освоение нефтяных запасов и разведки. Потому что МИР и крупные компании туда влезли абсолютно все. То есть, я записал список итальянская, ЭНИ, испанский, Репсоль, немецкий Винтершелл, французский, Тоталь, даже австралийская, Вордсайт, британская Т5, Уэллэн Газ, американская Космос Энерджи, это техасская компания. Сюда все влезли, потому что здесь тоже низкая себестоимость, и это единственная территория, которая на закате нефтяной эры, когда цены обрушатся, она будет какая-то конкурентоспособна, тут еще можно будет извлечь какую-то прибыль. И поэтому тут, ну сколько тут, 23 даже где-то дешевле, я знаю, что месторождение, сейчас на память не скажу, там некоторые себестоимость даже сыпется до 15-17 долларов за баррель. Тут в Саудской Аравии пески, здесь тоже Сахара, ну и Саванна там чуть южнее. Это вторая причина, то что, к вопросу о том, что куда денется Европа, когда Россия перестанет поставки себе выполнять. Давайте по верхним графикам пойдем. Теперь еще один контрольный в голову, как говорится, тем людям, которые сильно переживают, но этот график я уже показывал, что они закупились долларом по сотке, может даже по 120, и зря мы это сделали, рубль укрепляется. Графика рубля за 100 лет, друзья мои. Я в своих видео старых шортс, я там с историческими отсылками, с картинками красивыми уже объяснял, кто в тиктоке, может быть в ютюбе видел, что российский рубль был крепкой валютой до революции. И форма ВИТА была, по-моему, курс был 1.6, потом 1.91 стал, потом 17-й год и полетели в космос. В 23-м году гиперинфляция рубля отрезали 6 нолей, потом вроде пристали не ровно-ровно, ну, как сказать, затаился рубль, дожидаясь краха несостоятельной системы коммунизма. И в 98-м году, это, я думаю, уже знаете и помните, так же, как и я, тяпали счет 3 ноля. Но если вернуть эти 6 нолей, посчитайте вот здесь, это график относительно рубля и доллара. Во сколько раз доллар подорожал к рублю, а рубль подешевел к доллару, чтобы вы понимали, что такое рубль. У меня есть такое выражение, я его часто в своих видео высказываю, что рубль это валюта, которая дорожает на процент, чтобы потом подешеветь в разы. Теперь третье, четвертое уже. Это итоговая годовая инфляция. Ну, тут даже не сколько графика, сколько мысли о том, стоит ли слушать прогнозы Центрального банка, влажные фантазии Эльвирной Биулиной, женщина умная. Но это я специально старым графиком показал. 23-й год, 24-й, 25-й началось, как это в России у вас называется, СВО. Но почему-то думали, что экономика резко пойдет в рост. Еще я тут напомню один фактор по поводу банковских процентов. Тут два года таких были счастливых, 17-й, 19-й. Это были единственные два года в новейшей истории, когда банковские проценты перекрывали официальный уровень инфляции на выходе. И если сейчас заявляет государство, что инфляция, типа там будет 9-10%, а вклады в банках 20 и даже 23, в Сбербанке лучший вклад, я видел название у него там 20%, еще какой-то банк Альфа, банк 21 почти дает, еще 23 видел. Не бывает такого, не бывает такого в России как минимум, чтобы в два раза инфляцию опережала ставка в банке. Это примерно одно и то же должно быть, поэтому реальная инфляция как минимум 20%. Это вам картинка по поводу верить или новостям. Так, давайте еще одна картинка у меня есть, сейчас аккуратненько сделаю. Это какая процентная ставка должна быть в мире, сейчас мы дойдем. Это Америка. Немножко, конечно, надо был другой график показать, но тем не менее. Американская процентная ставка максимум была 4, 2, 2, 1, вот это все по мелочи. Как-то видео броют в сети, снято в 80-м году, когда в моменте Америка процентная ставка была там 15-19, даже был нефтяной кризис там. И, соответственно, советские журналисты сразу побежали в США пояснять, снимать видео, как плохо живется американцы, поймать этот момент, чтобы заснять. А то вдруг такого второй раз не будет. Действительно, ходили люди безумные по улицам, что происходит с экономикой США. Ну, все это как в моменте взлетело, так в моменте опустело, все нормализовалось. Дальше. По поводу процентных ставок еще один рисунок вам показываю. Как процентные ставки себя ведут? Они бывают на высоких уровнях. Я говорил, что 20% это уровень, выше который начинается гиперинфляция. И в Америке, и в любой стране европейской, если историю посмотреть, взять то же самое. В Венесуэлу, где сейчас безумная процентная ставка. Там Аргентина, Турция. Взятная та же самая история. 20% выше нее начинает взлетать график. И процентные ставки начинают увеличиваться. Вылетает она в космос. И оттуда, как раз при предпосылке, когда завершается гиперинфляция, когда экономика, дай бог, возвращается в нормальное русло. Это как раз, когда процентная ставка падает ниже 20%. Так вот, у нас на памяти 2014 год, по-моему, с 10 до 17 поднимали, когда рубль улетел в 2,5 раза. Было 17, но потом сразу ее опустили. Коронавирус тоже. Было 20, но потом сразу ее опустили. Сейчас этого не происходит. Она плавно-плавно-плавно идет. И во второй части видео я вам расскажу, уже переходя к графикам, почему это было еще понятно в прошлом году, что это ни черта не помогает. Было понятно еще в 15 сентября 2023 года, что процент ставки не работает. Ну, давайте еще кусочек один. Процентная ставка, вот я говорил, 20%, уровень выше которого начинается гиперинфляция. Закончился Советский Союз, процентная ставка улетает в космос. Это то, что нас ждет, когда гиперинфляция начнется. Я вообще абсолютно в этом не сомневаюсь в России. Вот чтобы вы понимали, что 17-12-10 это смех. Вы помните, что был кризис, но я думаю, мало кто помнит, какая была процентная ставка. 93-й год, 94-й, 95-й, 210-й, 130-й, 200-й, потом она падала. И видите, цифра 21. Рынок от нее оттолкнулся, говоря о том, что ран пока экономики приходили в сознание. И снова летели, летели. В 98-м году ловите дефолты 150-60-80. И только-только потом, когда мы преодолели отметку 20-21, рынок его пробил. И только потом уже экономика начала приходить в норму. Вот что я хотел сказать по данной теме. Дальше переходим к графикам. Ну ладно, давайте в одно видео сейчас попробую упустить. Я сейчас объясню, почему процентная ставка не работает. И было это понятно еще 15 сентября 2023 года. Все у меня по датам разбито. Я свою аналитику когда веду, я показываю по событиям и по графикам. Когда, на каком уровне, что было. 24 июля 2023 года ставка с 7,5 до 8,5 подняли. Рубль стагнировал. Тогда отметка была в районе 90,5. И после этого рубль резко стал ослабевать. Август 2023 года. 15 августа у меня очередное свидание Центробанка. Почему? Потому что, извините, рубль улетел в космос, пробил сотку. Дело нездоровое. И Центробанк повысил аж на 3,5 фигуры. На 3,5 пункта процентную ставку. Сделали с 8,5 на 12. Это уже как бы тоже звоночек такой. Рубль начал укрепляться. Ушел до отметки 92,5. Потом снова ослабевать. И потом несколько раз тыкался в эту отметку. И, соответственно, обрисовал поддержку. После этого он снова начал слабеть. Снова начал укрепляться. И снова отбился от отметки 92,5. И вот тут надо, друзья, понять одну историю. Ну, во-первых, давайте снова вернемся. 15 августа. Какая история была? Процентная ставка. Рынок ее предвидел. И цена была 97. И перед открытием рынка... Ну, был инсайт, что это когда... Инсайт это когда игроки рынка крупные знают уже, что будет. То, что им уже рассказали, да? Рынок с 97 открылся на 92. И после того, как объявили процентную ставку, резко вернулся в исходное положение. То есть, рубль продавали. Здесь уже была обозначена рынком по позиции. То есть, чем дороже рубль, как я шучу, тем его больше хочется не купить, а продать. Вот. Еще раз повторюсь, что укреплялся на отметке 92. Раз, два, три. И практически перед заседанием очередной 15 сентября 2023 года он снова делал 92 и снова ослабевал. И тут, почему, как мне кажется, мне кажется, что я прав, процентную ставку повысили всего не один процент. Потому что Центробанк и Эльвиры Набиулина, вероятно, посчитали, что не хватает самой малости. Самую малость, чтобы рынок, наконец, пробил 92,5 и унес цену, вот как раз отметку, на которой был заложен бюджет на 2024 год. Это уровень 90. Но произошло все наоборот. Рынок вообще не прорагировал на эту цену, процентную ставку. И вместо того, чтобы доллар ослабевать, начал ослабевать рубль. И мы снова пробили сотку и критическая отметка. И тут уже вступила в силу тяжелая артиллерия. Когда Путин подписал указ 11 октября возврат валютной выручки. С этого момента, ну, по сути дела, курс рубля стал нерыночным. Рубль, конечно, стал укрепляться. Потом еще процентную ставку еще поднимали. Давайте дальше промотаю. И потом, по сути дела, я тоже все на графике отмечал, у нас 27 августа 2024 года курс стал виртуальный, поскольку ушли с московской биржи евро и доллары. Сейчас, когда та же самая ситуация будет с юанем, ну, по сути дела, курс рубля можно будет уже карандашом рисовать. Вот такая вот, друзья, история. Так что российская экономика, ну, пишите свои комментарии, что вы думаете. Российская экономика, она, как бы сказать, доживает свои дни и ничего хорошего не светит. Вот что я думаю по этому поводу. Спасибо, что меня посмотрели. Вот это мое видение. Подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok